Почему необходимо изучение вопросов мистицизма? В лекции о Кабале мы вкратце познакомились с путями, которыми мистицизм иудаизма пришел к человечеству, и помним, что открытое изучение Кабалы началось только после 1492 года. Я напоминаю об этом, так как до сего времени можно услышать от знатоков Библии и просто верующих людей, что проникать в тайны Библии не следует. И часто при этом ссылаются на библейское изречение мудрейшего из мудрых, царя Соломона, о том, что многомудрствование рождает печаль, и кто умножает познание, умножает скорбь. Экклезиаст 1.18 Поэтому, как мне кажется, надо нам прежде всего решить вопрос, где граница между «многомудрствованием» и «истинной мудростью», о которой тот же Соломон говорит всегда однозначно. Преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. Экклезиаст 2.13 Установив, какое познание является излишним и какое ведет к мудрости, мы сможем идти дальше в нашем понимании значения мистицизма. Для этого есть некоторые критерии, и прежде всего осознание того, к чему устремлено наше познание, на чем оно основано, на любопытстве или на осознании самих себя и стремлении выйти на помощь давно запутавшемуся в «проклятых вопросах» человечеству. Если бездумно живущий от рождения до кончины не имеет вопросов, то углубляющийся в познание жизни всегда задает их себе. Откуда мы и наша жизнь? Для чего дана нам жизнь? Какова ее цель? Куда идем мы после физической смерти? Люди, из страха перед ответами, уклоняющиеся от вопросов, похожи в какой-то мере на страуса, прячущего голову в песок и находящего в этом выход из положения. Я не говорю о людях, поглощенных верой в Бога настолько, что вся их жизнь — это служение Ему в делах любви, устремленной ко всему творению. Такие цадиким, такие святые тоже не задают вопросов, ибо вся их сущность уже поглощена блаженством слияния с Богом. Эта вера — благодать свыше, блаженство, даваемое лишь избранным, достигшим высот. Стоит, очевидно, добавить к этому, что такие люди воистину святой жизни получают свыше ответы на любые вопросы, если устремляют к ним свое внимание. Ответы идут к ним не от размышления, а из надсознания, из мира Творца. Для получения истинного знания им не нужно изучение, так как они на кавычке «прямой связи» с творческим космосом. Но нам, средним людям, людям, лишь устремившимся к свету, следует пользоваться аппаратом разума, мощным средством осознания данным нам Творцом. Великий математик и эзотерик Блес Паскаль говорил, что человек, глядя на величие Вселенной, в которой наша Земля — это лишь пылинка с небольшой горсткой существ, которые во Вселенной сразмерны разве что микробам, чувствуют свою страшную ничтожность. Но, продолжал Паскаль, этот «микроб» в кавычках, вооруженный крохотным аппаратом мозга, мышлением, обнимает своим сознанием всю Вселенную Творца. Как же велик человек! Стоит держать в памяти это положение о единении противоположностей, потому что противоположности, как мы уже знаем, всегда указывают на устремление к единению, из которого исходит творческое развитие. Решая вопрос, для чего нам дана жизнь, мы должны сами себе ответить на принципиальный вопрос. Мы — идеалисты по своим взглядам или материалисты? На чём основываем мы наше существование? На бездушной материи или на духе, кристаллизовавшемся в материю? Наше тело, материя, кричит нам в критических ситуациях отними, убей, проживи за счёт другого, если речь идёт о спасении твоей жизни. Помоги погибающему, спаси его и пожертвуй собой, вопреки логическому воплю материальности, зовёт в этих же ситуациях наша совесть, наша нематериальная, наша духовная сущность. Решение этого вопроса можно ли считать излишним в кавычках? Является ли это «мудрствованием» в кавычках? Очевидно для всех, что вопрос этот кардинальный, и каждый его решает для себя сам. Но для того, чтобы решить этот вопрос, надо иметь на вооружении эзотерическое понимание реинкарнации и кармы, отрицающих смерть и дающих нам уверенность в продвижении вперёд в каждом новом воплощении. Если мы знаем это и помним об этом, то смерть не становится в критической ситуации первостепенным фактором, и вопль материи погибающего тела должен быть отринут для продвижения, для взлёта вечно сущей духовности. К сожалению, некоторые, недодумавшие эту тему до конца и ещё многого неосознающие, но уже учительствующие, дают такие, например, разъяснения. Если погибает еврей, то есть эго, уже вошедшее в число избранных этой волны творения, то его надо спасать даже ценой жизни нееврея. Такое разъяснение, в кавычках, отбрасывает первозначимость духа, отрицает понятие реинкарнации и кармы, взывает к эгоизму, а не альтруизму, уводит от любви основы творения и в конечном счёте вводит в область неверия в Творца жизни и отрицание одной из его модификаций — милосердия. Столь же мудро, в кавычках, некоторые христианские секты считают богоугодным делом уничтожение евреев, так как евреи, по их мнению, отвержены от благословения Христа. Вот как можно запутаться в трёх соснах мудрства вне, вот как создаются основы из «лишнего знания», в кавычках. Итак, если для нас ясно, что в основе нашей материальности лежит духовная основа, и мы живы лишь тогда, когда поддерживаем и развиваем её, то отпадает одно из положений материализма о том, что материя первична, и червяк протёр себе глаза постепенным трением в земле. Ведь мы уже знаем, что свет создал глаз, а не наоборот. Ответив на вопрос «С кем мы?», логично разобрать вопрос о том, существует ли Творец, давший нам пути жизни, действительно ли он сущий. Тут, как вы знаете, нам сегодня приходит на помощь современная наука, учёные, осознавшие, что, кавычки, за каждой открываемой наукой дверью всё ближе ощущается присутствие Творца, кавычки. И что, кавычки, в наше время только малограмотные могут не верить в первопричину, в Творца, кавычки. Тут пути истинной метафизики переплелись сегодня с передовой наукой, наукой, уже признающей необходимость перехода на пути мистицизма. В этом отношении интересно, что даже в СССР есть такие высказывания о тупиках в науке и необходимости для выхода из них привлечения понятия первоисточника, кавычки, непроявленного слоя, кавычки, как это, например, прямо говорит профессор Тростников в своей книге «Мысли перед рассветом». Значит, этот вопрос о творении и проникновение в его основы через эзотерические пути, через глубины мистицизма тоже не является многомудрствованием, в кавычках, а является насущной потребностью века. И если наука уже доказала нам сегодня, что проявление жизни на Земле путем миллионов комбинаций и мутаций в неорганической материи невозможно, то мистицизм издревле разъяснял нам пути творения, и мы с радостью видим сочетание этих двух линий познания, линий, еще недавно считавшихся несовместимыми. Видим, что лишь истинный мистицизм дает пути выхода из тупиков сегодняшней эмпирической науки, накопившей изумительные гирлянды фактов, объяснить которые она не может, стоя на позициях материализма. Переходя к вопросу, куда мы идем после физической смерти, мы также легко убеждаемся, что необходимо идти в познании этого по непротаренным еще людьми дорогам эзотерического понимания «потустороннего» в кавычках. И тут характерно, что современная медицина и наука уже встают на позиции мистицизма, утверждая, что даже «неживая» в кавычках материя проникнута жизнью, и показания людей, прошедших через клиническую смерть, полностью совпадают с древними описаниями мистиков начальных путей души в загробном существовании. Но если такой «загробный мир» в кавычках реален, то не является ли разумным получить уже сейчас данные о нем? Ведь мы всегда стараемся обзавестись картой и справочником по стране, куда мы собираемся ехать. А в эту страну «потусторонности» в кавычках. Мы все «поедем» в кавычках, и, стоя перед этой еще закрытой для нас дверью в очереди, никто не знает, кто за кем стоит. Но то, что суждено всем, не может быть несправедливым. Гласит древняя мудрость. Карты в кавычках эти, исправочники в кавычках, дает нам все тот же мистицизм. Без эзотерического подхода мы ничего не можем узнать в мире духа. А значит, и тут нельзя назвать это познание излишним. И тут мы видим, что это устремление к истинной мудрости и глубинам, дает нам бодрость для преодоления понятия смерть, а не печаль и умножение скорби. По мере углубления в метафизику кабалы, герметизма или упанишаб, мы все более проникаемся восторгом перед стройностью объяснений и четкостью ответов, получаемых нами по самым разнообразным вопросам взаимодействия духа и материи. Истинная мудрость все более проникает в нашу жизнь. А что же отнести к понятию излишнего познания, несущего людям скорбь и печаль? Вглядимся в то, что Творец и природа старательно скрыли от нас, от людей, еще не готовых, еще не очищенных духовно. Например, древняя мудрость напоминает нам, что незнание прошлого и будущего это великое благо, дарованное нам свыше. А Библия, не вдаваясь в объяснение, строжайше запрещает всякое проникновение в тайны судеб, в тайны развития кармы человеческой и требует изгнать из общества гадателей и прорицателей. Характерно, что при этом не отрицаются их реальные возможности. Мы уже знаем, что в теле человека есть органы, ведающие развитием парапсихологических возможностей человека, телепатии, ясновидения, левитации и прочих. Но для нас уже ясно, что внедрение, например, телепатии в человеческую среду, стоящую на столь низком моральном и духовном уровне, принесло бы лишь неизбежные скандалы и развал общества, так как мы, едва научившись не делать плохое, еще не умеем управлять нашим мышлением и страстями, услышав, в кавычках, телепатически то, что думают окружающие, мы оцепенеем и неизбежно погрузимся в скорбь, воистину излишнего познания. Медиумы, часто не имеющие духовной чистоты и базы волюнтарного управления своими способностями, как правило, ошибаются во многом, хотя и узнают что-то из спрашиваемого у них, и поэтому своими ответами лишь запутывают вопрошающих. Тем более страшно обращаться к медиумам с вопросами, продиктованными любопытством и касающимся нашей кармы, нашего прошлого и будущего. Узнав, может быть, и верно свое прошлое воплощение, человек перестает жить сегодняшним и сводит с близкими счеты за прошлое, а значит, ликвидирует возможности продвижения, полученные в этой жизни, подавляет свою свободную волю. А спиритуалистически сеансы, как вы уже знаете, чреваты обманами со стороны развоплощенных сущностей, стоящих столь низко, что для них еще возможны контакты с нашим миром, чреваты также опасностью одержимости медиума. Причем все эти воистину излишние знания, уводя от нужного истинного знания и мудрости ведут к ощущению ложной гордости и надменности по отношению к неумеющим, непосвященным, в кавычках. Цитата. «Погибели предшествует гордость и падению надменность» Притча Соломона 16-18 Подавление нашего сознания и психики излишними сведениями из нашей кармической цепочки ведет человека не к бодрому преодолению ошибок, совершенных как в прошлых инкарнациях, так и сегодня, а погружает его в скорбь и печаль, в кавычках, о которых говорил «мудрый Соломон». И поэтому это не ведет к пути истинной мудрости, предлагаемому нам мистицизмом. Освящение эзотерическим светом всех вопросов, возникающих у нас в ходе развития сегодняшнего отрезка нашей кармы, необходимо также для избежания ошибок, часто допускаемых полузнайками, насильственного раскрытия чакр у людей, неготовых к этому духовно и вредящих себе этим как в развитии духа, так и в работе тела. Проанализируем, на какие же вопросы может бросить свет мудрости эзотерический подход ко всему нас окружающему, особенно, если мы сочетаем его еще и с мощью логики нашего разума, дара Творца. Прежде всего, это утверждение в сознании единого, стоящего во главе всего сущего и рассмотрения его взаимоотношений с творением. Далее мы четко осознаем, что единство Творца тесно связано с единством мистического подхода различных вероучений монотеизма к глубинам мудрости в них заключенным. Эзотерическое понимание дает нам базу осознания любви как творческого и энергетического фактора, пронизывающего Вселенную. Исследуя творческое излучение любви, мы утверждаемся в единстве, объединяющем все творение. Идя этим путем, мы четко осознаем, что вера и разум ведут нас к одной цели, если мы их верно используем, что нет противоречия между истинной верой и истинной наукой, исходящей тоже от Творца и призванной при эзотерическом устремлении ответить все на те же извечные вопросы, осветить глубины первоисточника творения. Ведь мы, часто доверяя науке больше, чем положением священного Писания, утверждаемся в вере именно через разъяснение истинной науки. Кроме того, именно наука изучает эмпирически проявления чакр и других желез человеческого тела, имеющих свои конкретные задачи и цели при контактах материи наших тел с тонкими мирами. Именно наука дает нам многие эмпирические детали, для понимания истинной роли и цели вибраций, пронизывающих Вселенную и являющихся носителем энергетической базы творческих процессов, исходящих из запредельного источника. Мы, благодаря эзотерическому подходу, четко понимаем, на каких процессах основаны парапсихологические явления в мирах физическом и тонких, и поэтому телепатия, телекинез, ясновидение, яснослышание, левитация и многое другое перестают быть для нас чудесами, так как мы узнаем законы их проявления и взаимодействия. Познав мистическую базу закона кармы и реинкарнации, мы проникаем в логические связи развития Вселенной и человека, осознаем наши цели и ведущие к ним пути, научаемся тонко различать кармические взаимосвязи и сцепления, ведущие как отдельных людей, так и человеческие группы, и отнюдь не самоуспокаиваемся, как недоучки, на том, что наличие будущих реинкарнаций дает нам время для исправления ошибок. Наоборот, мы понимаем, что близки сроки, когда кавычки времени уже не будет кавычки. Мы учимся верному поведению с учетом кармических связей в собственной семье. В свете эзотеризма нам становятся все более ясны судьбы и кармические пути развития стран и народов и их населяющих. Мы научаемся не удивляться трагическим событиям, через которые идут народы и страны, осознаем причины, вызвавшие в каждом отдельном случае соответствующие последствия. Одновременно эзотерический подход дает нам возможность увидеть, как в каждом отдельном случае добрая рука милосердного проведения выводит нас из тупиков, в которые мы зашли посводить вине, неверно направив свою свободную волю на злое. Выводит на светлые пути, где зло сублимируется в добрые последствия, хотя зло к этому не стремилось. Мы осознаем на путях изучения мудрости, что милосердие Творца лежит выше закона, и поэтому карма не нож гильотины, падающий бездунно и равнодушно, что мессианские пророчества Библии это наше реальное будущее, а не поэтический вымысел. Глубинное осознание подлинного значения свободной воли, дарованной человеку, заставляет нас прийти к чувству подлинной ответственности за свои сегодняшние пути и кармические накопления прошлого. А это, в свою очередь, приводит к истинному пониманию того факта, что настоящая вера в Бога мертва без постоянных дел добра. Мы в этом состоянии уже осознаем, что Бог нас никогда не понуждает и терпеливо ждет нашего движения к Нему, Лишь после нашего движения Он идет нам навстречу. Получив эти мистические знания, осознав ответы, намучившие нас вопросы, мы все более и более устремляемся к истинной кабале, учащей, что любовь — это начало, и что бесконечно много получив от любви, мы должны научиться тому, что наша роль истинного человека в отдаче накопленной любви творению, то есть возвращение ее вновь Творцу. Начав излучать любовь на все нас окружающее в мире Творца, мы поднимаемся на принципиально новую ступень духовного развития нашей волны творения, одухотворяем вверенную нам материю, и этим выходим на путь эпигенеза, создания нового, продвижения вперед в плане Творца. Осознаем до глубины, что кавычки в Боге все живо кавычки, что кавычки Бог есть Бог живых, а не мертвых кавычки. Вот какие великие горизонты открывает перед нами истинная мудрость мистицизма. Вот почему изучение глубин творения наша насущная задача. Вот почему единение всего сущего должно проникнуть наше сознание. Цитата «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря», сказал величайший Экклезиаст 12.11. 12.11.